Так уж устроена наша страна, что здесь всем все по барабану, всем на все плевать и насрать. Степень нашего пофигизма не знает предела и границ. Русский авось или моя хата с краю ничего не знаю – это, пожалуй, первое, что должно быть прописано в нашей Конституции, ибо это наша национальная идея. Если бы эту поправку внесли бы в основной закон страны, клянусь богами, я бы за нее проголосовал. Я бы за нее проголосовал бы, даже если бы вместо Бога, по настоянию Гундяева, в нее бы вписали Путина, а на обложке красовался бы не герб, а двуглавый лиг Терешковой со словами частушки советского периода. До чего дошла наука, в космос полетела, сука, и приветствует с небес мать свою КПСС. Кстати, насчет Терешковой. Эта мужиковатая женщина благодаря своему поступку вызвала в интернете целую информационную бурю. Скажу вам по чесноку, я никогда в жизни не интересовался биографией этой ткачихи. Живет, да живет, что есть, что нет – абсолютно по барабану. Но когда это чудо вылезло на трибуну Государственной Думы, я волей-неволей стал натыкаться на ролики блогеров, которые в подробностях описали ее жизненный путь к успеху. Это действительно что-то потрясающее и невероятное. Конечно, то, что она всю жизнь профессионально вылизывала властные зады своим, как бы сказать, помягче космическим языком, я как бы знал. Все-таки случайные люди в единую России просто так не попадают. Но то, что Королев из-за нее проклял весь женский род – это для меня стало настоящим откровением. Ну вот, вы видели вот эти смешные фотографии, да, когда нас со всеми генсеками? Покажите, пожалуйста. Вот человек специально работающий. Она Хрущева ходила, облизывала. Потом Брежнева ходила, облизывала. Потом Ельцина облизывала. Сейчас она облизывает Путина. И это просто вот такой специальный человек, которого однажды отправили в космос. Есть такая известная книжка «Люди и ракеты». Почему я, например, не испытываю ни малейшего эпиетета к Валентине Терешковой? Да, она была в космосе. Первая женщина-космонавт, ля-ля-ля, легенда, траля-ля. Все ее знали, безусловно. Прочитайте эту книжку, там откровенно, там отлично описано, как Королев там матерился и кричал, что больше никогда женщины вообще не полетят в космос из-за Терешкова, потому что, например, все сделало не так. Такую абсолютно там все ненавидели профессионалы. Ну, типа, отправили уже в космос первая женщина-космонавт. Поэтому после нее следующая женщина полетела, по-моему, аж через 19 лет. Такое большое впечатление Терешкова произвела тогда на Королеву и на всех остальных. Ну, то есть она один раз слетала, а потом всю жизнь она занималась вот этим. Сидела в президиумах и облизывала всех. Интернет захлестнул жесткий стеб. Такого количества анекдотов, карикатур, ржачных выпадов и заявлений, посвященных одному человеку в течение суток, я, пожалуй, не знал никогда. По-моему, это было даже круче Медведева со своим денег нет, но вы держитесь. Разумеется, на это сразу отреагировали кремлевские лидеры общественного мнения. Начиная от Рамзана Ахматовича Катырова, перед которым я заранее извиняюсь, и заканчивая спикером Государственной Думы, господином Володиным, перед которым я просто снимаю шляпу, ибо так рассуждать может далеко не каждый. Внимание на экран. Анализируя информацию, можно сделать однозначный вывод. Какой? Может быть, они радуются вместе с нами тому, что мы наполнили конкретным содержанием норму Конституции о социальном государстве? Нет. Они эту тему вообще даже не обсуждают. Возможно, они поддерживают нас в решениях, которые приняты президентом о передаче части полномочий президента, гражданам нашей страны по назначению правительства, формированию исполнительной власти в Российской Федерации, когда люди смогут через своих депутатов решать этот вопрос и контролировать работу правительства через парламентский контроль. Тоже нет. Тогда что их волнует? Что волнует политиков и другие государства? Уважаемые коллеги, их не волнует. И то, что мы с вами защитили право ограждения, нашу культуру, историю, их тоже это не волнует. А что же? Их волнует в основном один вопрос. Этот вопрос связан с поправкой Валентины Владимировны Терешковой. Других вопросов нет. Они не хотят, чтобы наша страна была сильной. И развитие нашей страны они видят в том, что сохраняется возможность у Владимира Владимировича Путина избраться президентом после 2024 года. Уважаемые коллеги, мы должны это знать. И это должны знать все. И те, кто в этом зале с именем Путина пришел, став депутатом.